Дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика Усадьба для души. Сегодня мы усердно поработали над гиснейлевыми для того чтобы разбавить эту тему. Я вам предлагаю ознакомиться с одним из довольно таки редких, но достойных растений, поскольку оно отличается исключительно неприхотливостью перед вами панданус или винтовое дерево. У меня малорослая разновидность этого растения, есть оно и более крупное. У всех панданусов, чем они отличаются, например, от других растений, чтобы вы точно знали, что это панданус, проведите, пожалуйста, пальцами по краю этого листика. С собой краем они чем-то напоминают пилочку. У них тут есть маленькие выступы. Есть панданусы, это не единственный вариант этого растения, безусловно. Есть очень крупные растения, которые в какой-то мере напоминают пальму. Поэтому существует такое понятие в комнатном цветоводстве ложная пальма. Подложные пальмы маскируются юки, подложные пальмы у нас маскируется, например, драконовое дерево и в частности крупные разновидности пандануса, когда у них оголяются рано или поздно стволы. Вот они тоже похожи в какой-то мере за счет кроны такой разлистистой и голого ствола на пальму. В молодом возрасте ствола они не показывают. Кроме того, тут выясняется, надо сразу сказать, почему винтовое дерево. Если вы посмотрите, как располагаются листья пандануса, они нарастают в виде спирали. Поэтому, в общем и целом, за это их свойство не просто попарно или там поочередно присоединяться к стволу, а выращивать именно листья по спирали. То есть каждый последующий лист находится в спиралевидном отношении к предшествующим. Поэтому вот за это его свойство называют винтовым деревом. Значит, неприхотливость панданусов, она в принципе может сказать, войдет в историю. Очень жаль, что о нем сейчас очень редко пишут. В какое-то время они очень были распространены, поскольку растения, которые не требуют особого себе ухода, не капризные. Они, как правило, рано или поздно всегда оседают в наших квартирах. В дореволюционных справочниках о нем есть некоторые упоминания. Сколько бы я не перебирала справочники нынешних поколений, панданус как будто не существует в природе. Однако же, я его в своей коллекции имею. И тем, кто, собственно, решил ему заботиться, тоже его посоветую. Во-первых, когда растение довольно-таки взрослое, оно очень хорошо смотрится на отдельно стоящей колонии, например, или на подставке. Ему одному стоит отдать это местечко, например, и очень украсится интерьер квартиры. Если вам нужно фактурное и непритязательно своих взаимоотношениях с вами растения, то, в принципе, заводите панданус. У него, при его неприходливости, есть одно единственное свойство. Мы все рано или поздно стремимся держать растение в чистоте. В таком случае мы сюда бросаемся, в лучшем случае, с губкой или с пульверизатором. Я вам могу сказать, из-за того, что его листья располагаются винтообразно, в результате они образуют некоторые пазухи. Если вы неосторожно будете туда наливать воду или неотжатой губкой вытирать с них, с поверхности пыль, то в этих пазухах вода застоится, и листья начнут отгнивать. Вот тот, кто не знает этого свойства пандануса, с ними не очень осторожничает. Я же вам посоветую никогда об этом не забывать. Вода, попавшая раз в пазуху, выйти оттуда уже не в состоянии. И если ее попало достаточно много, листья непременно отгнив. Когда работаете с панданусом, не с этим маленьким вариантом, который у меня, панданусы бывают довольно-таки фундаментальны. Они могут расти в одно дерево, есть и кустовые формы. Более того, сейчас эти, может быть, сорта утеряны, мне не приходилось их видеть живем. Но в справочниках дореволюционных и, в принципе, таких довоенных упоминаются панданусы с пестрыми листьями. Мало ли что, может, у кого-то есть. То есть это растение довольно-таки интересно. И чем крупнее растение, его разновидность, тем опаснее становятся шипы по краям вашего листа. Поэтому, если у вас крупная разновидность пандануса заведется, работайте все-таки в перчатках. Не очень будет здорово, если у вас эти шипы просто травмируют. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Почва, в которой растет панданус. Он любит, конечно, тяжелую, замечу вам, но плодородную почву. Поэтому для него составляется следующая земля. Во-первых, берется в двух порциях суглинок. То есть, если мы сейчас разбираемся на ведра, например, два ведра, ему нужно суглинка из сада, тяжелую глинистую, такую землю. Для того, чтобы ее немножко сдобрить, берется ведро листовой земли и ведро песка. Все это замешивается. Итого, получается, на две порции тяжелой глинистой земли вам потребуется по порции листовой земли и песка. Все это перемешивается, получается относительно тяжелая, но при этом достаточно рыхлая почва. Вот в таких почвах панданусов прекрасно себя чувствуют. Молодые растения рекомендовано пересаживать каждый год. Старые экземпляры, чем выше и мощнее он становится, тем реже они пересаживаются раз в 4-5 лет с замещением верхнего слоя земли. Это касается совет всех кадочных тяжелых растений. Если они у вас растут в фундаментальных кадках, вам уже, хоть же, без потери корней растений, без его уничтожения, фактически пересадить их не представляется возможным. Тогда берете, просто подковыриваете верхний слой земли, насколько можете, чтобы не повредить корни, и подменяете на свежий субстрат. В момент полива в земля так или иначе перемешивается. Таким образом вы производите такую пассивную пересадку для вашего растения. Значит, наш панданус недавно был пересажен, трогать его не буду. Насчет почвы я вам сказала. Как любое растение летом требует обильного полива, зимой будем поливать от случая к случаю. А случай к случаю наступает у нас тогда, когда вы видите, что ваше растение, когда вы его подрыхлите, каждый раз напоминать для того, чтобы у вас не было никаких проблем. Сначала подрыхлите растение и сделайте индикацию пальцем. Если вы видите, что еще ощущается пальцем хотя бы малейшая сырость, значит вам еще поливать не ко времени. Переждите моменты, когда запустив палец, вы почувствуете рыхление так или иначе. Если там уже есть пересбыточная влага, позволяет этой влаге испаряться. И через два посмотрите на состояние вашего грунта. Если вы видите, что уже пора, тогда только поливайте. Зимние поливы от фонарно заканчиваются плохо. Поэтому рекомендую всем и каждому, не только по отношению к панданусу, чередуйте зимние поливы с рыхлением. Посмотрите, как у нас выглядит там грунт и только тогда поливайте. Сейчас, конечно, промышленность у нас начинает баловать. Существуют такие индикаторы, вставляются в горшки. Там, где лягушка, они поквапывают тогда, когда необходимо вам уже поливать. В принципе, большой подспорь, я не буду спорить. Но сама еще бабушкиными методами проверяю грунт, стараясь не залить растения. Я вам только что сказала. Значит, полив летом обильный зимою от случая к случаю. Насчет света. К свету он относительно непритязателен. Рассеянный свет ему очень даже показан. Его не обязательно, невзирая на то, что родом оно, часть панданусов приехала с острова Маврикия, часть приехала с Мадагаскара. Но при всем при том, рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Это то, что они особенно любят. Поэтому, соответственно, восточные, западные, юго-восточные окна, да и северное окно, в принципе, для него вполне подходяще выглядит. Более мне, как говорится, осталось только сказать про подкормки этого растения. Подкормки, как и для всех растений, все непременно минеральные удобрения с весны до осени. Его, в зависимости от маленького растения, можно подкармливать один раз в месяц. Чем крупнее становятся растения, или если у вас сразу сильно рослый экземпляр заведется, тогда, соответственно, подкармливать чаще надо. Большое растение много и выхолощивает всякого питательного из земли. Поэтому маленькие подкармливаем раз в месяц полными комплексными удобрениями в жидком виде для декоративной листья. Большие растения подкармливаем два раза в месяц. Во всем остальном, дорогие мои друзья, растение такое, о котором бы я сказала, что оно решает все проблемы, например, нашей квартиры. К сухому воздуху относятся совершенно спокойно. Квартира растет замечательно. Никаких сложностей вам не предоставят, если вы случайно не испортите его поливом или опрыскиванием. При минимальных подкормках и уходе очень стойкое и великолепное растение. Во взрослом состоянии выглядит фундаментально, может решить вопрос декорации какого-нибудь угла недалеко от окна. То есть растение очень благоприятно реагирует на ваше внимание, даже самое минимальное. И даже если вы его не будете прикармливать, а только не будете забывать поливать, оно вырастает до достойных размеров и будет радовать не только вас, но и ваших детей. Поскольку при умелом уходе в горшках может жить десятки лет. Ну вот все, что я вам хотела рассказать про фундамус. Если его у вас еще нету, спешите в цветочные магазины, а скорее всего поищите там, где бабушки торгуют всякими черенками. Там вы быстрее найдете свой фундамент. Всего доброго.